Мы встречаемся с Алексеем Это кайф, это хорошо, да Добро пожаловать в студию The False Emperor В эфире новости, как всегда, здесь Михаил, Денис и новости за прошедшую неделю на Вархаммере, Волне и не только Да Вот так Ребята, мы говорили, что в прошлый раз был последний предзаказ, но вас обманули Помните, как тот, которого он обещал убить последним, Шварценеггере Да Он его обманул Вот мы его так же абсолютно сделали, потому что КВ выпустила новый Next Week И там у нас что? У нас Kill Team Salvation Это хорошо или плохо, Михаил? Salvation что означает? Что-то, что-то Терминатор был Salvation Вот, да, наверное, плохое что-то А, в смысле, ты значение слова спрашиваешь или как слово у меня вообще? Я запутался в разном контексте этого всего Что-то, норма слова Там у нас есть скауты от Space Marine Новенькие Интеркейкерные И те самые замечательные Скарпионы Уроды какие-то Для Эльдар Михаил, Скарпионы Ну, типа, они плохо, ну, реально, они на фоне других переизданий, других аспектников, они парашные какие-то вышли Что мне тут, как бы, сказать еще Говно, Гавайи Вообще не постарались даже близко Все по-новой Гавайи Гавайи, переделывай Пускай Salvation номер два Да С исправленными Скорпионами Потому что Эльдарские пятки Михаила Не одобряют твоих Скорпионов Ну, реально, они как старые выглядят просто и все Ну, типа, камон, Козлевич, вы что, типа, всем охренели? Типа, причем у вас рядом новые скауты находятся, которые, ну, нормальные Типа, ты узнаешь, как бы, узнаешь старый дизайн, но это новые скауты Смотришь на Скорпионов, ну, ноги пошире расставили, классно Это, как бы, я понимаю, что вы все метро суксалы там И расставление ног пошире, в принципе, не зависит от пола, но Но, плохо, плохо Да Ну, реально, они выглядят, как будто они взяли просто этих Гардионов И сделали на них апгрейд пак Все Чуть такое вообще Жена такая не сделали Да, у них Почему нет? Говно И, пожалуйста, опять в комментариях Поясните нам сакральный смысл фигурок в наборе Что они делают Я понимаю, например, у Терминаторов Спейс Маринов Ты ставишь свой этот самый, как он называется-то Бикон Да И прыгаешь туда Что делают Скорпионы своими статуэтками? Они тоже прыгают туда Тоже над ними, да, как над костром, как снегурочкой Прощаются Я не про это, но ладно Ааа, хорошо, хорошо И, кстати, в этом наборе Это их стулья Да, в которых они сидят, выбирают на эту или на ту Есть кусочки тире Он, конечно, абсолютно бессмысленный в плане, например, 40К Но, тем не менее, эти кусочки можно добавить в какие-то, например, руинки Сделать их красивее Потому что Михаил считает их красивыми В отличие от Скорпионов, правильно? Да, Скорпионы уроды То есть на руинки их добавить, и все равно будут уродами останутся Ну, хотя как трупы их используют, хорошо Не, ну, короче, блин, вообще Вот, вот Вот Короче, если бы видели коробку После того, как мы ее Опробировали бы в России На ней были бы такие, типа, как Рецензии, да Рецензии, как на диске И там вот рецензия И думаю, мои рожи перекошенные Вот это Да Да Что ж, Killzone Beta Decimapre Order 23 декабря Это у нас подложечка красивая И куча скамеечек сверху, которые вы можете растаять Тоже для Killteam отлично работает Для 40К такое Все еще в 10-й редакции Вообще непонятно, как использовать такого вида Террейн Тоже используется как Obscure Terrain Ну, видимо Он, как бы, не руинка и ничего страшного Но эти руинки, они собираются Тут есть вариации, как их собрать Поэтому ты можешь объединить в единую, типа, их Ну, все-таки в Killteam есть механика высоты А в 40К, пока ты не забрался на 7-й дюйм Тебе вообще ничего не меняется для тебя По сути Да, а если ты в 5-й, то как бы тебя даже снизу бьют Например, даже вообще ничего не происходит И то о механике Вот кто помнит, с каких дюймов начинается механика, что у тебя повречивается И сколько раз вы использовали в течение десятки эту механику Кто-то понял? Напишите в комментариях Я, например, 0 раз Warhammer Underworld Death Gorge Там не очень красивые орки Уродливые, крул, бойцы Я думаю, что нормальные орки И бы, знаешь, вообще их серьезно не воспринимали Но что это за задохлики в целом? Они и задохлики, и ножки коротенькие Ножки коротенькие То есть они как тощие гномы Это не смешно, ГВ Пожалуйста, вот этих орков тоже отменяй вместе со скрипионами Переделывай ГВ, все плохо получилось Нам не понравилось Малеволент, маск, rival decks Это, напоминаю, тоже расширение для Underworld Эти rival deck И так как большая механика в Underworld В принципе замешана на картах Это такая ощутимая составляющая игры Поэтому карточки очень важны Не просто миннички своими правилами базовыми Но и карточками Потому что ты играешь и миньками, и декой Который сам составил Если кто не играл в эту игру и не знает, что к чему По Warhammer 40 тысяч У нас вон Райанз Липперы, пожалуйста, есть Записал я обзор, не нравится мне по правилам По правилам не нравится? Нет Напоминаю, инфильтра и файт фест Куда-то забрались, ты к ним прибежал Они тебя побили и умерли Красавчики Ну то есть, они все еще, конечно, лучше, чем Нейроликтора Но все равно Катькал Кто отличает флипера от Нейроликтора Поднимите Року Не вижу Року А вот Липперы, они прям вообще обычные От Дест Липпер вообще топ Друзья, это были Мне так нравится Превьюшки нашего обзора Тиранит Скоро смотрите на премчке Ссылочка еще в описании Вингит Тиранит Прайм Это, если что, стартенный чувак Отдельно, пожалуйста У меня главный вопрос Где обычный Тиранит Прайм? Да Без крылый Да Мы, конечно, понимаем, что Типа То, что летающий жук, это страшно Нам, пожалуйста, можно обычного Ползающего Психофаг Тоже из стартера Если что, да Это все миньки, которые были стартеры Отдельно теперь можно Спасибо Он большой, красивый и ужасный Раздает ФНП, по-моему Да И кушает Нераганты Отдельной коробкой Они раздают стоимость В 45 очков за 11 моделей Вот, что они делают Бомжи сраные Такие прекрасные Уроды И Хоррорс оф Хайв Где у нас Это Нераганты И Второй Я все равно называю Как его зовут? Склимеркиллер Да Мужчина Нераганты Склимеркиллер Сложно его использовать Ну, в умелых руках Ну Главное Нераганты Склимеркиллер Да, умение его использовать Это все, что есть по 40К Где вторая часть Space Marine Где? У нас же вышло Да 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 Ну, по большей части Хорошо Для Ереси Alpha Legion's Bater Console Это Альфа Легионский Вы понимаете Парень, который Где-то что-то саботирует Что именно? Черта знает Но плащ у него красивый Красивый Единственное, как будто Такой в поиске Как будто Немножко стесняется Такой, что не такой Уф Неуютно себя чувствует Как будто В дворе к нему подошли Типа Поясни, пожалуйста За свой плащ За этот гребешок А он сразу За этот За кортик тянется Свой этот Финком Похоже Сейчас будут Как бы На денежки Меня Ставить Вот А в болтере Видимо Кончились патроны Наверное Или жалко Или жалко На эту мразь Тут, понимаешь Болты Тратить Они как бы По 4 доллара За штуку Так-то Да Не знаю Откуда Цена Но да Паузен Санс Либрайон Консул Это мы показывали Чуть раньше В целом И Саботера Тоже показали Чуть раньше Но у нас Это в один Выпуск Зашло Отличный Сорг Сорг Да Он-то Деньги отнимает Так ты Легионер Иди сюда А почему У тебя Какая-то Бандитская тематика Появилась Я не знаю Почему Легионеры Отбирают Друг друга Деньги Не хватает Как бы Знаешь Империум Он послал Великий поход Но типа Денег нет Держитесь Там Они собственно Зачем полетели Они там Денежки отмывают И дальше Распространяют Твое влияние А ну тогда Ладно У Тера Денег нет Поэтому Тут бандиты Большие Это типа Просто Бандформирование Просто они Император Бандформирование Ладно Вот и все Те же Бандюганы Абсолютно Некрамунда Представляет Собственно Замечательная Палантин Инфорсер Таурус Винатор Машинку Отличную И так же Книжечка Апокрифа Напоминаю В которой Собраны И старые Какие-то материалы И новые Некрамунда На то Некрамунда Я единственное Орать буду Если они сейчас Выпустили этот Апокриф А потом такие Новая редакция Трам-парам-пам Ну может Такое быть На самом деле Ну Некрамунда Вообще все В этом плане Мы в Сорокете Тут насколько я понимаю Жалуемся Что у нас куча Источников Все плохо Некрамунда Это просто Типа Набор Чего-то Потому что Вот эта книга Реально Как бы И старые Мертвые Какие-то Есть материалы И новые миссии Как это воспринимать Вот такая Некрамунда Как есть Срез прям Если я не прав Поправьте меня В комментариях Бладбол Там у нас Всякие Не самые новые команды И черлидерши Черлидерши Классные Как тебе больше Все нравятся Вот эти Не Хаосинские Которые Вот эти хаосинские С кружками И с рожками Я согласен Они у меня Корнеок В моей книжке Такие же Девчонки Красивицы И орковские Тебе даже не нравятся Но это топ Конечно Ладно Лучше всех Девчонки Классные Секи Ну и еще Рефери Само собой Тоже Есть И вот Наверное Этот у нас Будет Финальный Предзаказ Но Что ж поделать По поводу Нашего Надеюсь Замечательного Канала В этот понедельник Вы могли ознакомиться С итогами первого тура Пасты Мы с Михаилом Собрали Наши мысленки На вас Вылили Подвели итог первого тура Первый тур Был Странным Да ладно Нормально Пойдет Вы только что Посмотрели Родин Можете Специал Мне подписаться На прям Далее Какие Есть Ролики Ради которых Можно подписаться Например Дичайшая Плотная Охрененная Катка Достаточно Потных СМ Против потных Орков Вот реально Это та партия Где На пятый ход Решилось Все Буквально В 10 очков Разрыв Они были в масле В масле Ну да Нормально Подписываемся Это мы берем Прям вот Супер потная Каточка Прям Не то что Плотная Плотная Прям бились Бум-бум Туда Все разрывали Друг друга Толпа Одна съела Одну Вторая Налетела на эту Съела ее И так далее Короче Реально Очень крутой бой А потом Мы ослабимся За таким Спокойным Роликом Хоббийным Где Михаил Мель-то своей Начищает Так вот Начищает Я буду собирать Эридикаторов Дик Я придумал Простите Хорошее название Для наших Совместных Видео Где мы играем Я за ХСМ А ты за Дарк Мехов Ну Механическая Уборка территории Я Завернул Ладно Как вам название Давай Загласитесь Клевое Вот все Будем два на два Играть вот в таком Давай кстати Ладно Кто ждет такого Давайте бахнем И естественно Так как у нас Первый тур пасты Закончился В воскресенье Начинается Второй тур пасты И там Ну я боюсь Что спойлеры будут К накидыванию моему В первом туре Но в целом Вы уже видели Этот ролик Даже на общем канале Потому что Что Я себе Накинул Двух спавнов Дзинча И что Правильно Жопастик Возвращается Он как раз Идеальный Его миниатюрка Похожа на Спавна Дзинча И он выходит Начинает Просто отрывать И он начинает Отрывать Отрывать Жопа Чужой Минус жопа Я в первом туре Начинаю Собственно Показывать Как воевать Этими Жесткими Пацанами Поэтому Второй тур Пасты Начался Приходите На наш канал Ссылочка Опять же Выписать В среду У нас Будет Замечательный Стрим О чем-то А наверное Может хобби Просто посидим Попердим Пособираем Каких-нибудь Спейсмаринов Может быть еще Что-то Приходите Короче Я хочу Расслабиться Так сказать Кто-то Может опять Назвать 25 моих моделей Пуси Веганами Мы это знаем Уже Как это работает Вот Будем Скорее всего Просто сидеть Чили Так что Приходите Ну скорее всего Да Друзья Короче Завтра Ждем вас В 7 часов Вечера С вашими Чаяниями Надеждами И вопросиками Мы с вами Все обсудим Чат 3 Посидим Да Покойник Ну да Все Все вот это Вот как у нас Собственно По средам И принято Далее Спарк Михаил В эту субботу Состоится Последний этап Где можно будет Повлиять Не последний Спарк А последний Где можно будет Повлиять На ситуацию С Чем С формированием Новой фракции У нас собственно В спарке Формирование у нас Легиона Объединение между Хаоситами И имперцами Вот такие у нас Нео-хаоситы Какие-то получают Своеобразные В прошлый раз Напоминаю Получилось так Что Там в ровненькую Сыграли Фактически Подбили Немножко Конечно Ну не дали Полноте этому Союзу Сформироваться В большую фракцию Но часть регионов Все-таки захватились И ксеносы Конечно Бегали на заднем плане И просто Сжарали территорию Молодцы ребята Так держать Собственно В эту субботу Будет продолжение Этого этапа И мы посмотрим Как это Зачем это закончится Насколько это будет Большая фракция Или вообще Сколько уже там сейчас В один регион Или вообще уничтожат Мало ли Дэвид Блейз Становись Поэтому Можете Регистрироваться Прямо сейчас Приходите в группу Короче Записывайтесь И Также В принципе Советую вам Как на этот этап Регистрироваться Так как Вы пошли у нас Сейчас многие На новогодний этап Который 30 числа Будет Люди уже заранее Регистрируются Потому что Местом количество Уграничено Мало ли Там может на всех Не хватить А там будет у нас Бонусная Просто прокачка Все будут просто Тыкать пальчиком Я хочу вот это взять Хотите Крутка Вообще Эпическая Просто Сами тыкать В то что вам нужно Да Просто выбирайте Где В каких донатных Помойках Такое видано Нигде Подожди Мы еще не превратились В донатную помойку Погоди еще Попозже Попозже превратим Вот И в этот этап Я еще Подумаю Но скорее всего Давайте Ладно Даже ладно Я сразу Затизерю это В зависимости От Результатов Я буду говорить Это Скажу это Скорее всего Как раз Под конец этого этапа Но Все Участники Вот этого Последнего Второго этапа Получат Еще Бонус Но его Получат Скорее в плане Вилл Очки Вот Так что Так что Тоже Опять же Хотите себе Большую вилку На прокачку Регистрируешься На это там Я про глаз Все время сижу И думаю Нет Ладно Короче Даже не буду Томить Я все Все Этот Юлю У нас будет На самом деле Очень Теперь я думаю Про что Где Когда Ты задолбал У меня Сегодня Суциативные ряды Что-то с ним Короче Так как у нас Проверяем Насколько будет Эффективнее Ну такой Типа У нас Популярен Такое Мероприятие Мероприятие Формирование Новой фракции Давайте У нас будет За каждые Три Стола На ивенте Мы будем Все будут Получать Просто доп Вилку Вот так У нас возможно Будет вам Наконец-ки Здоровая вилка И что-то Взять себе Нужное Вот так вот Зависим Сколько столов Будет много Будет много Ты не сможешь Сидеть На троне Из вилок Но не я Игроки будут Сидеть Им же нужны Вилки Ждем вас В субботу Приходите Далее По новостям Комьюнити Канал Вахапедия Приходит С замечательными Новостями Теперь вам Не нужно Иметь с собой Колоду Для того Чтобы сыграть В миссии Для фана Ура Генератор Миссии Есть На сайте Вахапедия Вы можете Тыкать Прямо Вам миссию Соберет И карточки Ваших Секондарь Объектив Будет выдавать Заодно И там тем более Работа Вроде как Хорошо Всякие фильтры В плане того Что на первый ход Вам не сгенерятся Те миссии Которые Не могут Сгенериться На первый ход Что происходит В обычной игре Регулярно Так что Прям классно Лайк За это А еще Факт по космодесанту Вышел Который вот Недавно Уже есть И Кодекс Некронов Мехов На руках Скоро Будет обновление Я жду Кодексов Чтобы записывать Обзоры Мне нужно Нам нужно И вам нужно Дайте Будут кодексы Я запишу Обзоры А и так Распойлеры Кодекс Тиранит Уже записан Вот так Хоть и индекс А во-вторых Обзор Кодекса Мараф Тоже будет Сейчас Скоро Мы готовы Мы готовы Например Да Далее В эти выходные Прошел очередной Ваха-фест Теперь зимний Он проходил Там же Как это называется Ты помнишь Штука Ван Гог Центр Это называется Штука Но Как я понял По фотографиям Там меняют Концепцию И это будет Теперь не жрально А ивент Центр Только мы Рекламировали Как на нашем ролике Который Вы скоро Завозможно Посмотрите Что есть На ивентах По Вахе Что-то будет Другого Там рядом Макдональдс Есть Что Где результаты У нас Важные По хофесту Морнинг Стар На первом месте Но он всегда Где-то в топе Так или иначе Полосатый рейс Тоже знакомое Название команды И третий Остров Шлеп Шлепа Я уверен Что все тоже Старые лица Да Но Кто конкретно Эти люди Они довольны Мне кажется Прошедшим Ивентом И в принципе У нас По Ваха-фестам Все Что проходит В последнее время Нарекания От участников Если есть Мы их не слышали А я кину перила Тем временем На кубиках Красавчик 2-2 Михаил Кинь еще И по миска Стейблу Вот На тебе упал шаблон Четвертой силы Там что-то Ну все Минус Михаил Здравствуйте Что у нас Есть еще Из интересного Во-первых Как вы знаете В прошлый четверг Если вы были с нами Вышел Rogue Trader Warhammer 40.000 Это компьютерная игра Ролевого формата И сделанная Она Как бы Командой Которая Как бы Да Ну которая Специализируется На Собственно Сирпгх Что можно сказать Про игру На самом деле Еще поиграли Я играл В нее И в Альфу И в Бету На стриме Мы еще раз В нее Поиграли И у меня Сейчас просто Много знакомых Кто в нее Проходит Играют Что можно сказать Короче По итогу На самом деле На удивление Все-таки Техническая часть Кроме На релизе Мы прям играли Сетевая игра Работала Типа Такси Все время Вышибала С хоста Михаил Я был хост Он все время Улетал С моей Катки И приходилось Его подтаскивать Обратно При этом Игра Каждый раз Заново грузит Все Она с того же Места начинает Где Но грузит Но при этом Вроде бы Техническая Вся часть игры Работает хорошо В этом нареканий Хотя бы нет Спасибо Что это такое У нас Релиз в 23ем году Где игра Работает на релизе О чудо Ну да Сейчас это редкостью стало Вот Касательно вообще Самой игры Что хочу отметить Но в основном Все соглашаются Что Ну да Это все еще CRPG Это не Балдургейт Третий Надо понимать Но Как Для фанатов Вахи Игра Судя по всему Заходит очень хорошо То есть народ доволен Я почитал Это не дешевая Какая подделка Не опять Доилка Какая-то Телефонная Да К сожалению Придется Много читать И отыгрыш персонажей Происходит Текстом Типа там Такая-то баба Изобразила Ну иногда Там есть озвучка Вот И потом текст ее идет То есть все эмоции Вы читаете В тексте Но Это Ролевка Если вы готовы Вот так вот Текст в принципе Воспринимать Просто как книжку Его И у вас Выходит Туда Погружаться В этот мир То Надо понимать Что как раз Из-за того Что это не дешевое Говнище Там много Вложено Труда И Типа Горение Души Соответственно Это опыт Будет предоставлять Тебе Достаточно Причем Она Какая-то Старая школа Да Прям вот Такая Достаточно Новая Поэтому У тебя Начало Динамичное Там Ты только На корабль Попал У тебя Ты уже Наследник Какого-то Роги Трейдера У тебя Нападение Каких-то Хаоситских Упырей Корабле Ты там Бегаешь Защищаешь На третьей Минуте Тебя уже Придали Короче Вот это Все Происходит Очень Динамично Ну да Ну они Адаптируются Нельзя сделать Симпатичную Женщину Но это Мир Вархаммера Я как бы И это ЦРПГ Тут В принципе Не принято Я Японских Тыгр Отвык От симпатичных Там симпатичные Пидарки Обычные Да У нас Вот Но Что поделать Ну вот так Короче Я еще Почитал Что у нас Люди пишут В дискорде Как раз Кто играет Честно Ну в основном Конечно Люди тоже Довольные Очень сюжетно Там радуются Ну спалите Я вам не буду Сейчас Но Хотя бы Что очень прикольно Есть Вариации Ну нормальные Действия В плане Отыгрыша персонажа Можно отыгрывать Прям такого Импираху Сраного Можно отыгрывать Не сраного Импираху Как я понял Единственное Что хаосит Местами можно Какого-то Корюшить Из себя Но местами нельзя Короче Надо посмотреть На сколько можно Хаосить Там И все еще Самое важное Конечно Можно ли Романтиц Спейс Вульфа Но это мы еще не знаем Он в первом акте Не появляется И я думаю Все-таки Нужно проговорить Ртом Опять же В очередной Раз Где достать Эту игру Потому что У всех вопрос Как Где вы Купили ее Нашел Конец 23 года Поясняем Если вы Находитесь В Ру Регионе Стима То тогда Для вас Вариант Это покупка Ключей На всяких Площадках Типа Аля Платиру И прочее Типа Много Их Каких Есть А если Игра Заблочена Для покупки В России Если Она Не заблочена Для покупки В России Есть уже Миллион Сервисов Для пополнения Баланса Через тот же Киви В рублевом Щите Можно Спокойно Пополнить Мне Билайн Прислал Что через Их Сайт Через Билайн Можно Пополнить Короче Миллион Способов Пополнить Если Вы Вдруг Чувствуете В вас Что вы Казах Например Или Турк То для вас Вообще Не стоит Объяснять Вы просто Берете И покупаете Игру В принципе Игра Ну вроде Стоит Того Опять же Наличие Все таки Коопа Сейчас там Будет нормально Стабилизировано Работать Все таки Кооп Даже Дерьмовые Игры Делают Хорошими А Типа Если Хорошая Игра С Коопом Ну еще Лучше Ребят Это Ролевка Максимально Приближенная К настольному Варианту Где У вас ДМ Это ГМ Это Компьютер Сидите Переговайтесь На стриме С Михаилом Отлично Играли Единственное Вот эти Соединения Постоянно Разражали А так Действительно Это кайф Миша За двоих Персонажей Играл Я за двоих Персонажей Играл Единственное Что я хочу Отметь По поводу Внутриигрового Баланса Что я и так Замечал И что Люди Замечали По сути Конечно Баланс Внутриигровой Поломанный Вообще Потому что В плане Одни Обилки Естественно Очень сильные Есть классы Которые сильные Но Я очень Очень Надеюсь Что Разрабы Не будут Фиксить Внутриигровой Баланс В игре Где нет Мультиплеера Игрока Против игрока Вот это Одна из самых Ну типа Ладно Если какая-то Штука Совсем поломана И не работает Тогда я понимаю Зачем делать Но вот Когда у тебя Есть какая-то Сильная Камбулина И ее Пытаются Нерфить В сингловой Или в данном Случае В коопной Игре Зачем это Делать Дайте людям Пусть они Покайфуют Зачем Ну да К чему Михаил ведет Если ты Разобрался В игре Нашел Какие-то Механики Которые Можешь Обьюзить И тебе В кайф Ломать Об колено Компьютер Да Их не нужно Убирать Потому что Если человеку Это не нравится Он это делать Не будет Если Нравится Ну пусть будет А так Отбирается Просто возможность Ну зачем Как оказаться В манге Крутым героем Который там Докачался Какого-то Бешеного уровня Нашел Техни А потом Пач ноут Все Все Проломалось Я надеюсь Этого не будет Потому что Ну как по мне Это излишне Для таких игр То есть Для таких игр Я считаю Что вот если Что-то прямо Плохо работает Неиграбельная Какая-то обилка Вот такое Надо подтягивать Типа А так Я надеюсь Короче Что Ребята Не будут Это пачать Короче Если вы Еще сомневаетесь Можете посмотреть Наш четверговый стрим Он есть на канале Там в середину Ткните Посмотрите Как мы приключаемся Там в начале Нам еще медленно А в середину Мы там уже Развучиваем Прям диалоги Все И все дела Дальше У нас вышли цены На Адмехов И Некрон И вы думаете Я сейчас Что-то вам Интересное Расскажу По этому поводу Да Нет Не расскажу Потому что Ни хрена Не понятно Ну Некронов Я еще Кодекс Сейчас уже Пробежал А Мехов У меня его Все еще На руках Не было Киньте Кто у кого есть Вот Надо посмотреть Но Типа Кардинально Ничего не меняется Что ж Там Там есть Некоторые Просто из цен Там скорее Просто забавные Штуки Не У Мехов Там есть Что Как бы По ценам Интересные твики Но сейчас Оставим это Для обзора Короче Но Из интересного Там Что может ожидать Другим фракциям Видимо В их обновлении Что есть Такая штука Что у тебя Как бы Один юнит С разными Закачками Стоит по разному Это как разный Типа Это как разный юнит Его напоминается Что-то странно Сделано Но ладно Ну так может быть проще Ну возможно Тот же Тот же вот Например У мехов Это курочка С этой Ланцой И снайперкой Кажется С рисом Блин Курочка С рисом Я все не на обед Кушал курочку С рисом Если что Из еще интересного Вышел фак По ереси Ну вышел 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 Мне даже Разбираться Не буду Да Навинники По книге Майка Брукса Какой-то В целом В целом Я могу Раздобыть Что хочу Да Но Да, и играли ли в Wizardry Online, мне интересно. Прикольная, кстати, мне понравилась игра. Так вот, к слову FB, Денис, возвращаемся. У нас есть магия, которая теперь не в отдельную фазу, а в разные фазы, в зависимости от того, что это. У нас есть несколько направлений, типа Battle Magic, Dark Magic, Demonology Elementalist, High Magic, Lusion, Necromancy и ВААХ-магия. Интересно, можно ли родиться, например, эльфом и использовать ВААХ-магию? Хотелось бы. Хотелось бы. Я интерпретирую себя как грипп. Разрешите, пожалуйста. Есть категории магии, это энчантменты, Михаил. Не-не-не, подождите, тут нужно уточнение. Так как во всех обзорах я все время энхэнсменты называю энчантментами, то вы, думаю, понимаете, если мы когда-нибудь начнем обозревать ФБ, то я энчантменты буду называть энхансментами. Вы думаете, это я ошибаюсь? Нет, я вас переиграл и уничтожил, это был мой план. Также хексы, проклятие. То есть энчантмент, бля, фор. И реально, слушай, это работает. Энчанты на себя, хексы на противника, конвенции, это для передвижения, то есть фазу, первые фазу командования, конвенции фазу движения, мэйджик мисслы, фазу стрельбы, будешь ракетами стрелять, мэйджик вортакс тоже, ну там эти передвигающиеся... Там делают пур-пур-пур, а тут пых-пых-пых. И асэлемент это фазу хТХ, магия. Вот, собственно, все они разбиты на эти категории и в разных фазах находятся. Чтобы скастить, ты кидаешь 2D6, а не всякое там ветромагии и прочее говно там, просто в старинке. И ты должен перекинуть, твой уровень мага плюс 2D6 должен перекинуть сложность. При этом, если ты кинул 2К, как Михаил сделал недавно, ты кидаешь по мисткаст тейблу. Где, собственно, чем больше кинул, тем проще, то есть тем легче последствия, вплоть до того, что если ты кинул от 10 до 12, то у тебя перфект, как бы, заклинание. Единственное, всю силу из тебя убрала, больше в этот ход кастить не можешь. А было прикольно, когда можно было баф получить раньше, согласись? Ага. Ну, раньше было, по-моему, это не... Если ты, короче, кинул там кучу шестерок, то у тебя она неразбиваемая, тебе, правда, прилетает там рана, но тебе разбить ее нельзя. Здесь появилась, вернулась, вернее, опять механика, которой сейчас нет 40-ка, ты можешь... Противник кидает и пытается отменить... Денай. То есть если ты кинул на 2 кубах больше, чем человек, который кастил, от денаил. Угу. Возвращаясь к мисткаст тейблу, если ты кинул от 2 до 4, то тебе шаблон 5 дюймов на центр твоего визарда ставится, и всем раздается десятой силой с АП-4. То есть всем становится плохо. Вот. Ну и там, как бы, от этого, то есть полярные варианты, да, от шаблона десятой силы до хорошо скастил, есть еще всякая градация, там, типа, сначала хуже шаблон, потом просто один удар силой шестой, то есть четвертой силой, потом, типа, такой просто, он такой, ох, я вроде справился, но что-то мне поплохее вела. Угу. Вот такие вот вещи. При этом, что мне нравится, в Old World, то, над чем смеялись постоянно люди, например, кидая на отмену, и такие, о, два кола, а можно ли получить перила на отмене? Теперь можно. Это называется, ты отсосал в искусстве. Вот. Если ты на разбитии кинул два кола, ты так же кидаешь по миска с тейблом. Это, конечно, фиаско. Тебе и так в жопу прилетает снаряд, ты такой, еще хочу. Как только это работает, типа, там, хороший вариант, типа, миска с тейблом, в случае, если ты отменяешь, то есть Power Drain, который говорит, что ты отлично с кастом, что это означает. Ну, я не знаю. Ну, тут вообще, на самом деле, по поводу кастов, можно сказать, с новой механикой, очевидно, что оно возвращается более к ранним механикам, а не к поздним, фбшным. И, как бы, у этого есть и плюсы, и минусы, как по мне. Вот это я сейчас не буду такое орать, типа, алё, квсм, алё, по стаканчику тебе звоню, когда вот это все. Потому что, типа, вот последние итерации, которые были магией, фб, из плюсов, они, конечно, очень классно смотрелись. Вот эти у тебя, когда там, типа, заклинания какие-то, там, куча кубов, что ты кидаешь там, ветром магии, все дела, у тебя были прикольные спылы, но вот именно балансно, как по мне, они часто были супер переломанные. Ну, типа, спылы, которые у тебя отряд, так там, шандарахович мало не покажется, всякая магия металла была, магия огня, при некоторых ситуациях, когда там, типа, какие-то кейдж делал, что вокруг тебя этот, много было таких спылов, которые были очень, они, ладно, они были ситуативные, потому что так же, как у магии металла, штук, которая била по сейву тебя, против противника без сейва, ты такой, угу, классно, вот, но, в целом, когда проходило, противник просто, ну, раком ставить могло, это, этой магией, что неприятненько было. Ну, я опять же, рассказал историю про Каскетов Солс, который по армии гнобов вынес на первый ход, типа, и все, поиграли, вот, но она была прикольная, как бы сделана все-таки, поэтому я не могу сказать, что вот все хорошо, плохо, надо посмотреть на всю систему, в целом, на все спылы надо посмотреть. Ну, пока у нас есть три signature спела, напоминаю, что в каждой школе, как и, собственно, было, например, в 40-к, и в ФБшечке, у тебя есть спел, то есть ты выбираешь спелы, которые будут использовать, в зависимости от уровня мага, маги у нас могут от первого до четвертого уровня быть, и в целом, нам показывают девчонку, Handmaid of Lady, которая, типа, может быть, либо профитерессы, третьего уровня, либо дамселью, индестресс, очевидно, первого уровня, при этом можно ей накинуть, типа, за 30 очков, либо четвертый, либо второй уровень, я на этом моменте, просто в статье сломался, потому что я сижу и такой, хе-хе, профитроли, а, простите, но у меня уже там мозг вытек из уха, откуда-то, ну, короче, ты выбираешь лор, какой, по которому ты будешь кастить, и у тебя всегда есть стиль, школа магии, который с тобой в любом случае, независимо от того, что ты выберешь, и у нас есть батл мэйджик, это хаммерхенд, но который не увеличивает силу, как мы привыкли, а просто в хтх, 2д3 с четвертой силой, раздает ударов, я поймю, два, в иллюжине, ты можешь накастить, минус 2хит по себе, все, кто бьет тебя и твой отряд, минус 2хит имеют, прикольно, и в элементаризме, штормкол, это модификаторы, минус 1 к муву, и инициативе, да, но при этом, что немножко грустненьковато, что выглядит, что уже, ну такие, не самые большие сложности, там сейчас, типа седьмая сложность, там минус 2хит фтх, выглядит как будто, сильный бонус, да, там сколько, 8 плюс, напоминаю, ты к уровню прибавляешь, ну да, то, что ты кинул на 2д6, понимаешь уровень, то есть четвертого, у тебя как бы половину, ты уже скатил, на двух кубах, 4 плюсы накинул, да, ты можешь все еще обосраться, все еще миска стейбл тебя ждет, но тем не менее, у тебя как бы уровень сильно помогает, но еще кстати, что с диспелом важно, что диспелить будет возможность у игрока, у которого нет псайкеров, по сути, да, это называется как бы судьба отменила, спел, который в тебя летел, плюс еще какие-то фракции, которые не очень умеют кастовать, например гномы, они в принципе имеют ресист к магии, да, и могут типа диспелить, так что типа диспелов будет, ну как бы относительно вроде бы нормальное количество, не будет такой ситуации, как вот, ну типа, наш любимый момент в семерке, когда противник такой, у меня 28 кубов на каст, ты такой, у меня есть до 6 кубиков на динай, такой, бам, 3, хорош, сейчас все эти отменим, и что мы можем сказать, ну в целом, да, если фолд уолд вернется в времена фб, когда магия разносила все, все еще очень жесткая таблица мискастов, ну то есть типа, вы думаете, о, ну подумаешь, там шаблончик положил, напоминаю, что маг стоит в коробке, где все плотненько стоят, там нет вот этого, как в 40 к, у тебя 2 дюйма между, ну дай бог, он стоит у тебя в переднем ряду, и тогда типа, он конечно не как в центре, а чуть слабее шандарахнет, да, но тем не менее, 5 дюйма шаблон, там большой шаблон, накрывающий всю коробку, там прилетет, прилетит нормально, то есть, он ошибся со спилом, и пол коробки нахрен улетела, а 4 апэта там, небось, армор снимает только так, ну да, вот, поэтому, да, в этом плане, прям вот вайбы в старых редакции, это плюс, но это означает, также мы посмотрели только signature спилы, но скорее всего, если ты можешь отхватить от магии, в ответ сильно, то и хорошие спилы, прям реально тоже будут разносить пол коробки у противника, и это, чуть-чуть опять же, я об этом рассказывал, получалось, что ФБ, оно не про то, как тяжелая конница раздавила лучников, нет, о том, как просто огромный спил прилетел, и липфу коробку убил, лип противника, ну, конечно, свой вайб такой фэнтези, но, блин, тогда, я не знаю, вот, например, во оси, у тебя есть спилы постоянные, которые ползают по столу, да, это прикольно, что-то такое должно быть, в моем понимании, в олд-оуде, потому что, опять же, если ты, магия, механика мощная, и решающая, в принципе, на столе, она должна как-то отображаться, ну да, а то, типа, стоят чуваки с луками и вилами, да, ты их красил, вот коробка, ты их привез, а разборки идут где-то в уображаемом мире, который никак не отображается на столе, согласитесь, такое себе, делаешь, как Тель Молотова, кидаешь в свои же модели, такой, бэм, фаербол, призвание этого самого, стропона, твое любимое, заклинание, если когда прибегает до стола, карлик, и такой, дилда, бэш бьет по столу, что ждем, это удар горки, зеленый обязательно надо брать, следующую статью, что-то там обещают, на следующей неделе, выпустить, тоже рассмотрим, больше у нас комментариев по поводу магии, ну да, что ж, заканчиваем мы выпуск на слухах, и слухи у нас все еще крутятся о тех же самых вещах, во-первых, это пластиковая солярка для ереси, напоминаю, что это не топливо, а салар ауксилия этой гашники из ереси, ну, это будет очень круто, если они выпустят, потому что это куча, альтернативных моделей, просто банально для Гвардосова будет тогда, и это прям шикарно будет, если вдруг ни с того ни с сего, ладно, давайте. Пластиковые новые егэшники, да, они, типа, не привычных нам режиментов, но тем не менее, все равно, это классное пехотное отделение, тут, если, сколько их будет, что они смогут делать, что из них сможешь, наверное, будет делать, тяжелый Сентинель, ну, можно собрать арморатом Сентинель, спокойно, может, еще тяжелее, ну, все равно скажешь, все нормально, все нормально, ну смотри, был Лемонраз, они сделали тебе тяжелый Лемонраз, по сути, Роглдорн, может, то же самое. если так, то, конечно, не очень. Обновленный Лемонраз, для Ересея, соответственно, если он впадает размерами, получим оба и нет. Может быть, кстати, параллельный, выйдет для 40К, если размеры обновятся. Ну и транспортник, который тоже, возможно, из эпика, Дракосан. Круассан? Круассан. Простите. Ну, блин, короче, вот то, как Ересь выходит сейчас, скорее всего, релиз этот будет растянут по времени. Дай бог, там, в следующем летом увидим, а то и нет. И в таком плане, очень будет странно, собирать Токсилику, а у тебя нет миник. Да. Они в течение года выходят, потихонечку, по одной, тебе выкатывают. Не, ну они с маляны, сейчас типа есть, а тут типа будет просто обновление пластиковых. Смысл-то в этом? Ну и если будет большой набор, сразу с кучей миниатюр, ими в принципе можно будет играть по большей части, только лишь кайф. Да, это будет круто. Далее, Дарки, обновленные, с новым обновленным отрядом, как бы, то ли Блэйд Гордов, со своими рюшечками, фишечками Дарковскими, то ли вот типа, компаньоны в Ересе, значит, такие парни. Компаньонки. Компаньонки. Ну, интересно, потому что, хотя, блин, ну вообще, всем бы легионом ГВПа выдавал, и свои отряды уже задолбали, ну как бы, ладно, побольше бы хотя бы обновленных каких-то юнитов фракциям, которые вне кодекса находятся Марс, то есть сапплайментом. Просто ну, рили, типа, волков каких-нибудь, ну что, у них последний отряд, который выходил, это, Хаунсов Марка, я не считаю, это просто Риверы. У них последний юнит был, это Вульфины. Нет. Это седьмая редакция, ну как бы, Комон Козловский, это миллион лет назад уже было. Типа там, Блоды, и что у них тоже своих отрядов-то выходило. Я вообще уже не помню, когда у них последние выходили обновления. Ну и, короче, всех это касается. Что ж, Дарки, мы с вами ждем ваших обновлений. Далее, Армии Бокс Блодов. Толком ничего не известно, но, в принципе, люди обсуждают то же, что мы обсуждали в прошлые разы, это Сангвинарный Жрец и Сангвинарная Страда. Да, опрашивающиеся юниты для обновлений. Напоминаем, что Жрец-то в целом выходил не так давно, а вот Сангвинарная Стража была прям совсем... Ну как, не так давно? Он, во-первых, пеший, просто... Да, и это древняя уже модель, ну, по нынешним меркам. Ну ладно. Было не самое древнее, но это карлик просто. Ну, короче, все, что было до того, как я пришел в Аху, оно для меня совсем древнее. А, ну понятно. То, что на моем веку, 10 лет назад, ну это недавно было. Да, это недавно, это было всего лишь там 7 лет этой модельки. Что такого? Что такого? Ну, это пока все. Это слухи, да. И главный, наверное, слух всего этого, то, что последний кодекс, который выйдет в конце лета, который редактат по версии ГВ, скорее всего, это агенты Империума. То есть, вот эти все роги-трейдеры, ассасины и прочие негодяи с Инквизицией будут там. Для меня это, конечно, ну типа, не кодекс, сами понимаете. Да и есть не кодекс. Какая-то. Ну да. Вот. Но, тем не менее, тоже парни нужны, миньки есть, правила есть. И в целом, так как все-таки у меня сейчас открылось направление Space Marine, в целом, даже интересно там добавить какого-то персонажа, который что-то может, прибегает к девчонку. Карамазово. пришел такой, на тебе. Я, как бы, уже готов ввести вперед какого-нибудь Инквизитора, который все испортит. А мы выжгем все на палубу. Хороший вариант. Да. Ересь, она такая, выжигательная. Ну, кстати, да. Что ж поделать. Но, опять же, этот будет какой-то другой, черт его знает, пока все это, ну, так. Ну, да. Написано. На этом, сегодня с новостями у нас все, да? Все, мы все обсудили, что хотели. Вроде бы, да. Да. Поэтому, приходите через недельку за добавочкой, обязательно расскажем, что происходит в мире Вархаммера. И, также, вам расскажем, что будет происходить в нашем канале на следующей неделе. Обсудим какие-то моментики. так что ни в коем случае не переключаемся. Берегите себя и свои милочки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok